Семья заметила, рядом со своим почтовым ящиком у дороги, крохотный комочек, промокший до нитки под проливным дождем, там лежал новорожденный мышонок. Семья из Америки, случайно заметила, рядом с почтовым ящиком возле дома крохотного мышонка, шел сильный дождь, и продрогший малыш свернулся клубочком, чтобы хоть как-то согреться, отец семейства сразу же поднял малыша и занес в дом. Мой папа увидел мышонка в траве возле дороги, он подождал некоторое время, чтобы посмотреть, не вернется ли его мама, но она так и не пришла. Мы решили позаботиться о нем, рассказывает Ребекка Стоунбек. Мышонок оказался непростым, это была самочка дикого белоногого хомячка или оленево хомячка. Малышка получила кличку Бин из-за своего миниатюрного размера. Эта крошка и правда была размером с фасолинку. Ребекка взяла на себя все обязанности по уходу за крохой, она искупала Бин, согрела и накормила с кисточки, смоченной молоком. Девушка так кормила подопечную каждые два часа, а после еды Бин ждала ее любимая часть – купание. Девушка чистила шерстку хомячка ватной палочкой и теплой водой. После этой процедуры, кроху заворачивали в маленькое полотенце, а затем расчесывали шерстку щеткой от туши. За все время Бин всей душой полюбила купаться, было видно, как она довольна и благодарна. После процедур, кроха сладко засыпала с полным животиком. Когда Бин подросла, и пришло время выпускать ее обратно на улицу, было слишком холодно, и Ребекка решила переждать. Она устроила для хомячка вольер, с элементами естественной среды обитания, с веточками, листьями, шишками и лесной почвой. Сейчас кроха, счастливо живет в своем уютном вольере, в нем она всегда чем-то занята и наслаждается жизнью, как будто в дикой природе. Спасибо добрым людям, которые когда-то не оставили ее в беде. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.